Здравствуйте, дорогие подписчики сообщества «Антитопор». Сегодня мы ведем беседу с Михаилом и Викторией, родителями Женечки Езекяна. Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Виктория. Ну и первый вопрос, конечно же, у меня о состоянии вашего ребенка, как он себя чувствует, успешно ли прошла операция в Петербургской клинике. Ну, сейчас от Жени, намного лучше врачи делать все возможное, мне кажется, даже невозможно, потому что они собрали очень большой консилиум, было очень много врачей, диагноз, с которым мы сюда прибыли, верни Кобокман, они не подтвердили. Ну, дай Бог, чтобы это было так. Сейчас они взяли всевозможные, у нас мы подписали документы, чтобы они взяли всевозможные анализы, и когда в течение двух месяцев, чтобы были результаты, с чем им работать, какая картина. Ясно. Ну, мы будем надеяться, что все будет хорошо. Многие из нас, и в частности подписчики сообщества «Антитопор», с замиранием сердца следили за тем, как проходила транспортировка Женечки, если можно так сказать, эвакуация из Славянска. Расскажите, пожалуйста, как вас приняли в Ростове-на-Дону, и кто вам помогал в этом? Ну, приняли Викторию, встретили с детьми первые. Очень хорошо приняли, разместили, очень помогали. Ольга Геннадьевна, вообще, я этого человека не забуду никогда. Диаспора Армяна-Ростова очень помогла моей семье. И программа «Антитопор» мы очень благодарны за всю помощь, которую нам оказывали. И ростовские люди, обычные люди приходили и поддерживали нас. Это очень тоже чувствуется. А потом я приехал, перешел границу, как бы там меня не пускали, машину не пускали, я перешел границу пешком, и меня встретили тоже в Ростовской диаспоре армян. Привезли домой, поселились дома. Там людей очень хорошо принимали и отправили сюда, в Питер, в моей семье. А какова была роль в этом петербургской диаспоре? И как вас приняли в Санкт-Петербурге? В Петербурге меня тоже встретили. Да, непосредственно Виктор Александров, он все время помогает, и сейчас. Полис диаспорис Питерской нам очень сильно помогает. Ваган помогает нам. Очень хорошо встретили. Ну, все люди, которые встречаются нам на пути, они вообще от всей души, от всего сердца нам помогают. Катуря лично там выбирала, покупала Женечки, варежки. Она с большим сердцем, большой любовью, вообще человек такой, отзывается. Вот чувствуется тепло этих людей. Насколько будет долгим лечением малыша, что говорят врачи по этому поводу? Врачи нам сказали, что настраивайтесь на длительный процесс. Не так все просто. На данный момент ребенку все-таки лучше, насколько я могу вообще судить, как мама, о состоянии малыша после этих тяжелых переездов. То, что мы сначала попали в Ростов, потом на самолете нас перевезли на Петербург, у него было техчайшее положение. Ну, тем не менее, врачи, вот на следующее утро я пришла, и температура была в норме, и сатурация была в норме, и сердцебиение. То есть они молодцы. Они с первого дня сделали переинтубацию. И сейчас, конечно, все возможное делать. Я понимаю, что люди выкладываются, я вижу, как все выкладываются, все стараются помочь. Ну, главное, что Женя борется за жизнь, и все это время. Он молодец, сильный мальчик. Он улыбается и шлюлит пальчиками. Молодец. Будем надеяться, что все будет хорошо. А предоставила ли украинская сторона петербургским врачам документы по предыдущему лечению? Еще изначально документы нам не было. Да, из Киева. И те, которые были в больнице, нам не предоставили. Просто была выписка. Со Славянска, с реанимацией мы ехали с выпиской. И все, больше ничего. И с такой же выпиской только из Ростова мы прибыли в Петербург. Как-то сопутствующих документов больше не было. Украина только требует вернуть ребенка и маму на родину. МИД Украины прислал письмо как безопасность, чтобы ребенка. В целью безопасности ребенка и мамы мы требуем сопроводить их в Украину. Оказывается, нам тут небезопасно. не было. Вот такая вот ситуация. Печально все это слушать, конечно. Мне кажется, самое страшное уже посадить. Будем надеяться, что все будет только дальше, все будет только лучше. И поведайте нам, пожалуйста, в чем сейчас нуждается ваша семья и чем мы можем вам помочь. И в частности, подписчики сообщества антитопор. На данном этапе нам надо как-то устроиться, сделать документы. Вот нам помогают в этом Выборгский район, администрации Выборгского района по поводу наших документов, по поводу ребенка, чтобы определить тему колледжа, как бы люди все помогают. Мы тут не одни. Ну, мы будем надеяться и в частности, подписчики сообщества антитопор. Спасибо еще сообщества антитопор, да, что Вы за нас тоже наблюдаете, все это переживаете. Мы изначально находимся как бы в курсе всех этих событий. Положили, так сказать, начало огласки вашей истории. И, конечно же, следим за вашей судьбой дальнейшей и очень надеемся, что все будет хорошо. Желаю Вам счастья. процветания и благополучия. Спасибо Вам большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok